1 апреля День Дарьи, грязно пролубки С увеличением тепла вокруг проруби и берегов рек появляется грязь Назван день в честь святой Дарьи Она вышла замуж за христианина Хрисанфа Живя с ним, уверовала в Христа и приняла христианство Главным чудом, который Господь явил над святой Дарьей, был ее защитник Лев Император заключил ее в публичный дом А явившийся неоткуда Лев защищал ее от тех, кто пытался приближиться к ней с дурными помыслами Апрель месяц Апрель месяц считается перевалом весны и открытием природы В это время растения начинают появляться из земли, цветы раскрываются Именно поэтому знахары использовали весеннюю воду, в которой была заключена жизненная энергия пробуждения для лечения заболеваний и снятия порчи По Дарьи обычно предсказывали погоду на октябрь месяц Какова погода 1 апреля, такова она будет и 1 октября Талая вода была настолько сильной, что выбиливала холсты и не в течение года не пачкались Для этого расстилали ткань на снег, чтобы ее освещали лучи солнца От этого они становились чище и мягче Считалось, что сегодня просыпается домовой Для того, чтобы его задобрить, готовили разнообразные угощения Молоко, кашу, вино Что касается розыгрышей в этот день То, по поверьям ранних христиан, в этот день Был свержен сатана с неба Поэтому 1 апреля лгали для того, чтобы обмануть лукавого Потом все забылось и приобрело совершенно иной смысл Приметы Если день теплый и ясный, лето будет сухое и ветреное Если дождь, летом засухи не будет Если верба зацвела, пора ульи открывать Залежалый снег, плохое неурожайное лето Ночью звезд не видно, в ближайшие дни погода будет теплой 2 апреля День Фотины Самарянка Назван в честь мученицы Фотины С ней беседовал сам Христос у колодца Она открыто проповедовала христианство Чему научила своих сыновей? Иосию и Виктора Нерон пытал Иосию и Виктора, а затем ослепил Фотину отправили под строгий надзор к дочери Нерона Дамине Фотина обратила Дамину и всех ее служанок в веру Христову Ослепленные сыновья чудом прозрели В ярости Нерон велел содрать с них кожу А Фотину бросит в глубокий колодец Существовало поверье, что в колодецной воде осталась душа святой Фотины Поэтому вода взятая из колодца в этот день лечит лихорадки Служили специальные молебны, когда использовали этот способ лечения Для этого писали на бумаге тропор мученицы Фотии И завязав эту записку в ветошку, давали больному носить ее на шее 3 дня или 9 дней Потом надо было проглотить записочку или сжечь ее вместе с ветошкой на страстной свече и съесть оставшийся от нее пепел В народе знахари использовали эту воду сегодня для лечения болезней и снятия порчи Сегодня рано утром традиционно умывались колодезной водой для здоровья и красоты На рассвете славили лен, брали красивые вещи изо льна, выносили их из дома и развешивали на заборах в березах Чаще всего это были вышитые полотенца Девушки начинали водить хороводы с рушниками длиной от 2 до 6 метров Расшитыми полотенцами, приготовленными специально для свадьбы Так привлекали женихов Приметы С этого дня начинается сокодвижение у клена В апреле возможно холода Поэтому была поговорка Не ломай печей Еще апрель у плечей И если много талой воды в апреле То много будет травы в мае Дождь сегодня к урожаю на грибы Снежный наст колюч Год будет урожайным Выпить сегодня воды из колодца От болезней избавиться Если сегодня днем жарко, а ночью холодно Погода будет теплой и ясной 3 апреля День Фомы Святитель Фома жил в 7 веке Был избран патриархом Константинопольским В годы его патриаршества было явлено грозное знамение Кресты, которые несли во время крестного хода Стали без видимой причины колебаться Ударяться друг от друга и разламываться Предвестие означало раздоры и беды Фома обратился к пастве с мольбой С просьбой молиться о том, чтобы Бог взял его душу раньше Чем случится предсказание После его смерти церковь охватили многочисленные ереси Этот день имеет еще несколько названий Кирилл Катаник Катальник Это название дано в честь святого Кирилла Епископа Катанского Он сотворил много чудес Вот одно из них В той местности, где он жил Был источник с горькой водой Святой Кирилл, помолившись Богу Переменил горечь этого источника на сладость Также он подает исцеление в этот день тем, кто обращается к нему с верою В этот день оканчивается санный путь Санки убирали до следующей зимы Меняли и обувь По мокрому снегу В валенках далеко не уйдешь В валенки меняли на берестяные лапти В это время К домам людей снова приближались вредные духи Которые могли проникнуть в дом через грязную колодезную воду От них можно защититься с помощью золы и печных углей Угли хранили в себе тепло и силу пламени Которая изгоняла этих духов Сегодня брали из печи уголь или золу Заворачивали в трапицу И прикладывали к больному месту Использовали сегодня и заговоры Если человек заболел То его три дня парили в бане Все это время он должен был говеть То есть спаститься и посещать церковь Следующие три дня Надо было ходить по улице Не покрывая голову На четвертый день звали знахаря Он поил больного водой В которую добавлял горячий уголь или золу В это время знахарь читал заговор Приметы Если сегодня гроза Год будет урожайным Комары появились Жди потепления Если лед стоит еще на водоемах Весеннего лова рыбы не будет Желтые лучи, идущие от солнца на восходе Хорошей погоде О том, что лето будет дождливым Предвещал бегущий обильно Березовый сок Во время его сбора 4 апреля День Василия Капельника День назван в честь святого Священномученика Василия Он прилежно учил людей Истине христианской За что и попал в нем милость И его поймали Поймали, повесили И строгали его тело железными орудиями Далее каждый день Выкраивали из его кожи Семь ремней Через несколько дней Вся кожа была содрана И висела ремнями Он терпел и молился Иисусу Христу Дерзко отвечал мучителям За что его пытали еще больше И проткнули раскаленными прутьями В старину этот день Называли днем Василия Солнечного Василия Солнечника Василия Теплого Василия Парника Все эти прозвища Были связаны с тем Что наступало Долгожданное тепло Сегодня звенела капель И наступала Самая настоящая весна Крестьяне сегодня смотрели Куда текут ручьи От капели Примечали эти места И не строили там дому Чтобы их не подмыло Говорили Проложенный ход Уводится в земную глубь Девушки гадали на рассвете Они смотрели на восходящее солнце Если от него шел красный свет Хорошему рожаю Выпекали специальные калачи Которые символизировали солнце Существовала вера Что Василий Капельник Поможет сделать холсты Чище и крепче Их выносили на снег И выстилали под лучи Весеннего солнца Приметы Если рассветное солнце на небе На Василия Теплого В красных кругах Год будет урожайным Для овощей Если сосульки большие И перезваниваются на утреннем морозце И только к полудню начинают таять Хотя висят и не падают Весна будет затяжной Пятого апреля День Лидии Святая мученица Лидия Прославилась тем Что вместе с мужем и детьми Была христианкой Они были схвачены И подвергнуты пыткам Ночью ангел В темнице Укрепил Их в решимости Стоять за веру Их бросили в медный котел Где кипело масло Вместе с серою Когда они были брошены Котел тотчас же охладился Видя это Их мучители Уверовали в Христа Услышав об этом Император сам приехал И велел семь дней Топить котел Но когда их бросили Он потух вновь Этот день использовали Для генеральной уборки В своем хозяйстве В связи с этим Была масса пословиц Домок не велик А присесть не велить Без присмотру Одни муравьи плодятся Дом хозяинам велик Вытряхивали постели Меняли солому в матрасах На стол мяты Мыли лавки Полы и столы Так выгоняли из изб Притаившуюся нечисть Белили печи Это тоже позволяло Выгнать непрошенных гостей Заваривали И пили мятный чай Это для здоровья Всей семьи В саду начинали Сажать плодовые деревья Ухаживать за посаженными Сегодня обходили Все источники Очищали их И приговаривали Подземная водичка Отворяем тебе Ход вешний Приметы Теплый день Но ночью Случились заморозки В апреле будет Хорошая погода Если сегодня Пить мятный чай Вся семья Будет здоровой В течение года Если сегодня Первый весенний гром Слышится А снег еще не сошел К холодному лету Ночью сегодня Видно ясное небо Со звездами Утром Будут заморозки Если дворовые птицы Выщипывают у себя перья Это к несчастью В доме 6 апреля День Захария Постника Назван честь Захария Он служил В Печерском монастыре В дальних пещерах Прославился он тем Что по пострижению Монашества Положил себя за правило До смерти Не есть ничего Ни печеного Ни вареного Питался каждый день Только после захода солнца И то малым количеством Сырой пищи То есть зелия От такого воздержания Был страшен для бесов Они боялись даже его имени Часто видел ангелов С которыми по смерти своей Сподобился жить на небе вечно В этот день очищали дом от нечисти Стирали и убирали Жили костры за двором И обходили избы кругами Обязательно можжевельникам Окуривали домашний скраб И зимнюю одежду Старые соломенные постели Сжигали Чтобы обезопасить себя От бесовского влияния И истребить недуги Обязательно прыгали через огонь Печенье топили И укладывали спать В выхоложенных горницах И сенях В избах оставались Только больные Старики и дети Наши предки верили Что черти Самого имени Святого Захария Постника не выносят И убегают из тех мест Где почитают память Этого монаха Сегодня можно покаяться В грехах И получить право Посещать храм Который не пускали тех На ком висит тяжелый грех В этот день Принято было гадать О будущем урожае Для этого на ночь Вешали мокрое полотенце Во дворе Если к утру оно высыхало Быть хорошим урожаем Останется наполовину мокрым Урожай будет средним Если же полотенце было мокрое Или замерзло Лето будет влажным С ранними Заморозками в конце Подготавливали себя Ко дню благой вести Молитвами Раздавали милостыню Особенно заключенным В церквах освещали семена В этот день Было принято сеять Горох Приметы Если ночь была теплой То весна будет Дружной и теплой Если сегодня снег пошел К урожаю гречихи Ударил мороз К богатому урожаю Овса и проса Теплая ночь Примета того Что весна быстро придет Снег растаял В этом году Снегопадов больше не будет Если не стаял Еще долго будет лежать 7 апреля День благовещения Пресвятой Богородицы Сегодня спасение Нашего начала И обнаружение Из вечной тайны Сын Божий Становится Сыном Девы Архангел Гавриил Возвещает радость О неспосланной Благодати Деви Марии Живя в храме Около 12 лет Пречистая Дева Упражнялась Не только В непрестанной Богомысленной молитве И повседневном Рукоделии Но и в чтении Книг Божественных Поучаясь в законе Господним День и ночь В этот день Рекомендуется Воздержаться От всяких Работ Говорили В этот день Птица Гнездо не вьет А девица Косу не плетет Желательно Сходить в церковь Пережигали В печи Соль Считалось Что она После этого Приобретает Чудодейственные Свойства Ее добавляли В святую воду Которую Использовали При лечении Самых Различных Болезней Для скотины Пекли Из хлебного Теста Специальные Булки Их называли Бяжки Ими Лечили Больной Скот В них Также Добавляли Пережженную В огне Соль В этот день Выпускали Птиц Из неволи Их Выкупали У ловцов Была распространена И такая Традиция Вывозить Сегодня Бедных Престарелых Людей На улицу Чтобы собрать Для них Милостыню Считалось Если вор На благовещении Что-то украдет То весь год Для него Удачным будет Сегодня Надо было Быть бдительным Приметы Днем Была гроза К теплому лету И урожаю орехов На благовещении Сыра К урожаю грибов Солнечное И безоблачное Небо Лето Будет Крозовым Каково Благовещение Таково И светлое Воскресение Если на благовещении Снег на крышах Лежит То в поле Ему Лежат Аж до Еремеи То есть Шестого Мая Восьмого апреля День Архангела Гавриила Архангел Гавриил Он приближен К Богу Отцу С еврейского Муж Божий Его почитают Во всех религиях Он Презвестник Судеб И служитель Его могущества Изображается С фонарем Внутри Которого Горит Свеча В одной Руке И с зеркалом Другой Свеча Закрытая В фонаре Означает Что Судьбы Божьи Скрыты До времени Их исполнение И даже По исполнении Их постигают Те Кто Внимательно Смотрит В зерцало Своей совести И Слово Божие Немного Об ангельском мире Ангелы Бесплотные Духи Телесными Очами Они не видят Они Одарены Умом Волей Могуществом Гораздо Более совершенными Чем человек Обитают В пространстве По необходимости Мгновение Ока Могут Оказаться На земле Ангелы За свое Беспрекословное Повиновение Богу Стали Неспособными Совершать Зло И Слово Божие Называет Их Святыми Число Ангелов Очень велико Согласно Святителю Иоанну Дамаскину Нет Ни одного Народа Ни одной Области Ни одного Государства Города Монастыря Церкви Части Земли Нет ни одного Человека Без Ангела Хранителя По достоинству Ангелы Разделяются Между собой Самые Высшие Постигают Божественные Тайны От самого Бога Низшие Получают Просвещение Через Высших Назначение Ангелов По отношению К Богу Стоит В постоянном Прославлении Его И Беспрекословном Служении Пророк Исайя Видел Окружавших Престол Божие Серафимов Которые Взывали Свят 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 Господь Саваоф Вся земля Полнослава Его По отношению К людям Ангелы Наставляют На все Доброе Руководят Охраняют Душу И тело От вредного И злого Особенно От злых Духов Ходотайствуют Перед Богом Ибо Ангелам Своим Заповедает О тебе Охранять Тебя На всех Путях Твоих У древних Славян Прочно Закрепилось Мнение О том Что Все Что Появится В этот День Будет Уродливым Отсюда И поговорка Что Родилось В день Гавриила Ужасно И некрасиво Старались Ничего Не делать Чтобы Не испортить Свой Труд Подобное Поверье Существовало И на Рождество Приметы Если Черемуха Зацвела Можно Сажать Картофель Какой Будет Погода Сегодня Таким Будет 8 Октября Заморозки В этот День Говорят О том Что Весна Будет Холодной А Лето Позднем 9 Апреля День Матроны Назван Честь Святой Мученицы Матроны Солунской Святая Матрона Была Рабыней Иудеянки Жены Солунского Воеводы Она Постоянно Издевалась И била Матрону За то Что Она Не ходила В синагогу А ходила В церковь В итоге Она Ее Забила До смерти И сбросила Вниз Вскоре Мученицу Постиг Заслуженный Суд Божий На том Самом месте Где Она Свергла Вниз С высокой Стены Тело Святой Матроны Она Сама Случайно Поскользнувшись Упала И Разбилась Насмерть Святую Матрону Считали Покровительницей Хозяек В этот В этот День Ходили В церковь Молились И просили Помочь Им В работе В этот День Перебирали Запасы Все Делили На две Части Испорченные Продукты Либо Выбрасывали Либо Пытались Использовать Их В пищу Если Это Было Возможно Часто Этот День Называли Днем Матроны Наставницы Так Как Часто После Оттепели И Морозов Ночью Образовывался Наст Прилетали Перелетные Птицы Из теплых Краев Весна Стремительно Приближалась Это Был Последний День Когда Женщины Могли Выбелить Холсты Выносить Их На улицу Класть На снег Подсолнечные Лучи Сегодня Говорили Щука Хвостом Лед Разбивает Значит Пора Отправляться На рыбалку Постепенно Сходил Лед И Начиналось Половодье Естественно Сегодня Наблюдали За природными Явлениями Чтобы Вовремя Начать Посевные Работы Приметы Сегодня Не следует Ссориться Потом Не Помиришься Ини И туман Утром К большому Урожаю Опало Третьих Хвои На хвойных Деревьях Через Две Недели Начнется Ледоход 10 апреля День Иллариона Преподобный Илларион От юности Возложил на себя Иго Иноческого Жития Побеждая Страсти Плотские Воздержания Уйдя В затвор И много лет Пробыв В безмолвии Просветившись Бестрастием Превзошел Добродетельностью Жизнью Всех Монахов Совершил Многодивных Чудес Словом Своим Отгонял От нив И виноградников Животных Молитвою Останавливал Сильный Град И низвел На землю Дождь Во время Засухи Подобно Пророку Елисею Разделил Реку И многое Иное Сегодня Рвали Мать И мачеху Готовили На ее основе Различные Снадами Считалось Что это растение Покровительствует Сиротам И помогает Им преодолеть Одиночество Была легенда Посвященная Этому растению Была дочка У одной женщины И она ее Очень любила Но девочка Умерла И из материнской Любви Появилось Растение Которое Мягкой Стороной Листа Укрывало Могилу Дочери Была у этой Женщины Еще и Пачерица Которую Она не любила Поэтому Другая Сторона Листа Была Жесткой Сегодня Рекомендовалось В обязательном Порядке Почистить Пруд Предварительно Седло Перекреститься Чтобы водяной В омут Не утянул Около Пруда Сегодня Не рекомендовалось Ссориться И ругаться Приметы Дождь В этот день Хорошему Урожаю Туман Ини Сегодня Утром Предвещают Богатый Урожай Фруктов Овощей Злаков Глухой И продолжительный Гром К дождям В ближайшее Время Сороки Сидят На верхушках Деревьев К теплу Дождь В этот день Хорошему Урожаю Чайки Сегодня Над домом Летают Лед Лед На реке Тает 11 апреля День Марка Назван Честь Преподобного Отца Марка Он Разрушил Языческое Капище И многих Людей Настал На правильный Путь Спасения Когда Начались Гонения И толпа Желала Расправы Он Смело Вышел Сам Он Потерпел Множество Мучений Каждый Старался К множеству Различных Пыток Прибавить Свой Особо Придуманный Род Мучений Но Видя Несокрушимую Крепость Святого Марка Сделались Кроткими Обратились К святой Вере И все Сделались Христианами В народе Сегодняшний День Называли Иван Пустынник Кирилл День Березы Берещение Марк Сегодня Принято Было Идти В Березовые Рощи Был Культ Поклонения Березы Которая Славянской Традиции Считала Символом Жизни И здоровья Считала Что Сегодня Березовый Сок Особенно Вкусный И обладал Чудодейственной Силой Собранным Сегодня Соком Знахари Лечили Больных А также Пили на Счастье И здоровье Вообще Березовый Сок Применяли Для лечения Желудочных Заболеваний И очищения Крови Верили Что Если Слегка Ударить Заболевшего Ребенка Березовым Прутиком То Болист В тот же Миг Покинет Тело И ребенок Выздоровеет Для защиты Для защиты Дома От молнии В крышу Втыкали Ветку Березы И все Потому Что Вместо Где растут Березы Молния Никогда Не бьет Чтобы Избавиться От тоски Дурных Мыслей Рекомендовалось Подойти К березе Обнять ее Руками И простоять Так Некоторое Время Береза Забирает У человека Негатив А взамен Наделить Его чистой Положительной Энергии Только Обнимать Рекомендовалось Здоровое Дерево Если На березе Присутствовали Наросты Это было Признаком Того Что На дерево Совершено Пагубное Магическое Воздействие Приметы Обилие Березового Сока Лето Будет Дождливым Березки Опушаются Рано К сухому Лету Было Поверь Если Под корни Березы Вылить Воду В которой Купался Больной Человек То Болезнь Уйдет В землю Сильный Ливень Сегодня К урожаю Овса Гуси На лед Выходят Весеннее Тепло Наступит Нескоро Сороки Гнезда Низко Бьют Значит Летом Будут Грозы Облака Быстро Бегут В одну Сторону К жаре В ближайшее Время 12 апреля День Иоанна Лествичника Назвал Честь преподобного Отца Иоанна Лествичника 16 лет Начал Путь Иноческого Жития С самого начала Возубил Украшенную Смирением Кротость Как Учительницу Добродетелей В дальнейшем Он написал Столь Известное И столь Замечательное Творение Называемое Лествицей От Которой Сам Иоанн Получил Название Лествичника Это Руководство По духовной Жизни В виде Лестницы Которая Желающих Возводит До небесных Врат В этот день Женщины Пекли Из вкусного Теста Пироги В виде Лестницы Считалось Что По этой Лестнице Можно Восходить В будущей Загробной Жизни На небо И попасть В рай И если Съешь Кусок Этого Пирога То будешь Здоровым Весь Год Говорили Что На день Иоанна Лествичника Начинал Беситься Домовой Он Не узнавал Жильцов Своего Дома И оттого Безобразничал Чтобы Он Не нанес Людям Никакого Вреда Его задабривали Различными Способами Также Рекомендовали Не выходить Во двор До первых Петухов И ожидать Рассвета Согласно Другому Поверью Это Есть Время Когда Домовой Меняет Свою Шкуру На новую Либо Женится На Ведьме Поэтому Сегодня Старались Загнать В хлеб Вес Скот И Запереть Шли Домой И даже Не выглядывали В окна Также Верили Что Вздохи Домового Сегодня Предвещают Смерть Хозяина Дома Приметы Наблюдали За лошадьми И коровами Сегодня Они находились В неком Сонном Состоянии Шумно Дышат Постоянно Облизываются И пьют Много Воды А если Животное Пьет Много Воды Будет Дождь А если К воде Не прикасается Погода В ближайшее Время Будет Ясная Если Одуванчики Уже Зацвели Лето Будет Коротким Листья На березе Появились Раньше Чем На ольхе Лето Будет Сухим Птицы Сооружают Гнезда На южной Стороне Дерева Дожди Прохладного Лета Пчелы Начали Влетать Из улью Весна Наступила И погода Будет Теплая Гусь Летят Высоко В небе К дождям Весной И летом 13 апреля День Вениамина Память Святых Мученикам Авды И Вениамина Авда Разрушил Храм Огнепоклонников После чего Начались Гонения На Христиан Их Преследовали Не разбирая Возраста Различными Способами Придавали Смерть Первым Из них После Разнообразных Мучений Был Усечен Мечом Священномученик Авда А спустя 30 дней После него Были Казнены Смертью И другие Святые Мученики И между Ними Святой Диакон Вениамин Его Посадили Накол После чего Он Умер Этот День В народе Называли Огнищем Существовало Поверье Что Женщины Родившиеся Сегодня Являлись Огнищанками Они Они Набирали Пылающие Угли Из Печи И Разводили Костры Эти Костры Обладали Целительными Свойствами И позволяли Излечить Различные Болезни Так Больного Человека Проносит Через Костер И он Выздоравливал В народе Этот день Еще Называли И в честь Святого Священномученика Ипатия Чудотворца Потому Сегодня Был Праздник Который Имел Несколько Названий Ипатий Канун Пролетия Ипатий Чудотворец Ипатий Разрешитель Неплодства И Бесчадия Если Уроженец Открывалось Внутреннее Кровотечение А также Для увеличения Грудного Молока Молились Святому Ипатию В этот День Обращались К Святому Ипатию И с просьбой Дать защиту От нечисти Народ знал Что бесы Вездесущие Могут Проникнуть Человека Через Питью Еду И навредить Особенно Бесы Любят Проникать В неперекрещенный Сосуд Для этого Такие сосуды Клали Дощечки В виде Перекрестных Палочек И читали Молитву Черти Могли Вредить Разными Способами Ноги Отдавить Толкнуть Напугать Помутить Разум Верили В то Что бесы Сегодня Могут Поразить Конкретную Часть Тела Человека Например Ноги Отнимутся Народ Знал Что Нечистая Сила Боится Крестов Которые Чертили На окнах И дверях А использовали Для этого Свечи Оставшиеся С чистого Четверга Также Они боятся Острых Колющих Предметов Поэтому На подоконнике Сегодня Клали Колючие Растения Веточки Чернополоха Избегали Произносить И само Слово Бест Потому что Свой дух Войдет в человека Призывающего Его А распознать Нечистого Человека Мог Ребенок Которому Не исполнилось Семь лет Либо Взрослый Находящийся Под защитой Иконы 14 апреля День Марии Назван Честь Преподобной Матери Марии Египетской Был Святой Зосима Достигший В постничестве Совершенства И Хотевший Узнать Есть ли Более Совершенный Человек Чем он И Ангел Сказал ему Есть такой И указал Где его Найти Зосима Пошел И нашел Женщину Это была Мария Египетская Ранее С 12 лет И более 17 лет Она Предавалась Блуду Для Удовлетворения Похоти Потом Опомнившись Раскаявшись Около 48 лет Она Пребывала В пустыне И была Прощена Этот день В народе Имеет Несколько Названий Мария Пролубница Мария Египетская Пустые Щи Мария Зажги Снега И некоторые Иные К этому Времени Заканчивали Запасы Капусты Потому Щи Из капусты Не варили Старались На еде Экономить По этой Причине Сегодняшний День Имел Название Пустые Щи В церкви Почитали Память Святой Марии И молились Ей Для защиты От Злаза И порчи В этот День Было Принято Оставлять Угощение Для Домового Чтобы Он Не Мучил Жильцов Своими Проделками Для Этого Оставляли Немного Каши Наливали В блюдце Молоко Сегодня Было Принято Мыть Входную Дверь Со всех Сторон Использовать Для Этого Воду С Растворенным В ней Вином И Цветочным Медом Приметы Звездное И ясное Небо В сегодняшнюю Ночь Предвещало Благодатное Лето И богатый Урожай Бурное Половодье В это Время Предвещало Удачную Рыбалку И Хороший Синокоз Лед Быстро Сходит Год Будет К дождю Утром Глухие И короткие Громовые Раскаты В ближайшее Время Погода Будет Солнечной И теплой Молнии Без грома Сверкают Лето Будет Засушливым Утки И гуси Раньше Вернулись К потеплению 15 апреля День Тита Назван Честь Преподобного Отца Тита Чудотворца Он Был Преисполнен Великой Любви К своим Ближним Сохраняя Себя Чистым И душевно И телесно С самого Юного Возраста Святой Тит Был Как бы Ангелом Божиим На земле За свою Добродетельную Жизнь Он был Удостоен От Бога Дара Чудотворения Сияя Добродетелями Иноческого Жития Святой Тит Был Непоколебимым Столпом Православия Ревностно Защищал Святую Церков От нападок Еретиков Иконоборцев К этому Времени Заканчивали Семейные Зерновые Запасы Поэтому Ели только Хлеб С квасом В это время Следили за Ледоходом Который Активно Происходил На водоемах Если Ледины Тонули То говорили Что год Будет непростым В этот день Гоняли ворон Чтобы они Не подлетали Близко К избам Существовало Поверье Если ворона Будет каркать Над домом Это приведет К недостатку Провианта Бедный урожай И голод А вот Торговцы Называли этот день Барыж днем Старались Отметить его Чтобы весь год Получать хорошую прибыль Приметы Богатый разлив рек К хорошему сынокосу И богатому урожаю Если сегодня В поле Слышен крик Перепела Будет богатый Урожай хлеба Если сегодня К югу Тянется клин Журавлей Год будет Неурожайным Лед Тает И тонет На озерах Год будет Неурожайным Лед Не ушел С водоема Рыбалка Будет Неудачной Вороны Играют В вышине К солнечной Погоде Если сегодня Голуби Воркуют К теплу 16 апреля День Никиты Назван в честь Преподобного отца Никиты Исповедника Преподобный Никита Подвигами Поста Смирения Послушания И вообще Своей добродетельной Жизнью Вскоре Превзошел Всех иноков Бог Даровал ему Благодать Исцелять Недуги И занять бесов А знаменовал Крестом Одного отрока Немого от рождения Преподобный Никита Возвратил ему Дар Слова И нока Помутившегося Рассудком Исцелил Помазанием Святого Елия И много Иных чудес Совершил он Существовало поверье Что на Никиту Просыпался Водяной И как правило Пребывал в плохом настроении Поэтому В полночь Приносили ему Угощение И просили Не пугать людей Особенно детей Не прогонять Из водоема В рыбу Поэтому Народит один Называли Угощение Водяного Никитин день Водопол Никита Ледолом И даже Агафья Ледокол Это было связано С разливом рек Ледоходом Ведущим К пробуждению Водяного Считалось Что три дня Водяной Ждет подарков От людей И надо было Успеть Его задобрить Иначе Истребит рыбу А сам Уйдет В другие водоемы Сегодня проводили Обряды Приносили угощение Которые Помогали Его задобрить Например Могли угощать Пшенной кашей Краюхой хлеба Куриными Потрохами Щепоткой Табака Остатками Вина И когда понимали Что водяной Успокоился Отправлялись Рыбачить Приметы Дождь Сегодня Весна Будет поздней И ненастной Ветер Дует с южной Стороны К урожаю Веровых Если с севера Скоро Пойдет дождь Длительные Раскаты Грома Сегодня Жди Ненастья В течение Нескольких Дней Дождь Сегодня Весна Будет поздней И ненастной Если Лед До этого дня Не тронулся К неудачной Рыбалке 17 апреля День Иосифа Назвав Честь Преподобного Отца Иосифа Песнописца И творца Канонов С детства Он полюбил Пост И воздержание Не искал Вкусных Явств Питался Лишь хлебом И водою Да и то Вечером Божественное Писание Изучил Успешно За свою Твердость И веру От ангела Он получил Свиток Взял этот Свиток Прочитал И съев Радостно Сказал Как сладки Гортани Мои Слова твои Лучше Меда Устам Моим После этого Он начал писать Каноны Священные Гимны Народи Этот день Называли Осипом И ольховыми Сматринами В этот день Было принято Оказывать Особое Почтание Ольхи И все потому Что считалось Это дерево Целебное И действительно Ольха И его Содержит Всех горечь Из которой Был Последствии Получен Антибиотик Аспирин Ольховые Сережки Предсказывали Отличный Урожай Зерновых Культу Также На Руси Из ольхи Изготавливали Срубы Для колодцев И сегодня Начинали Подыскивать Подходящие Стволы Деревья Для этой Цели В этот день Ждали прилета Журавлей После чего Считали Что весна Вступила В свои права В народе Считалось Что в день Иосифа Голос свой Подает Журавль И сверчок Журавлей Считали Защитниками От бед И зол Поэтому Им молились О защите От сильных Ветров И разного Худа Приметы Запел сверчок Значит пора ехать В поле работать Ольха Усыпана Сережками Жди Богатого Урожая Овса Если восход Солнца Золотисто-розовый Погода В ближайшие дни Будет Очень Хорошая Береза Распустилась Раньше Ольхи Лето Будет Засушливым И наоборот Если сегодня Дождь пошел Весна Будет Ненастной Ветер Сегодня Дует С севера Жди Дожди Если дует С юга Хорошо Будут Яровые Расти Много Березового Сока Лето Будет Ненастным 18 апреля День Феодула Назвав Честь Святых Мучеников Агафопода И Феодула Феодул Был Молодым И красивым Во время Гонения На христиан Их Стали Убеждать Поклониться Языческим Богам Он Твердо Стоял На своем Им Повесили Жернова На шею И утопили В море Родственники Взяв Тела Святых Мучеников С честью Похоронили Их Потом Святой Феодул Явился Им С пресветлым Лицом В белой Одежде И повелел Раздать Нищим Сиротам И вдовам Все свое Имущество На Феодулу Крестьяне Открывали Окна Настеж И произносили Специальные Заговоры Чтобы в доме Не остались Гнилостные Ветры Переполохи И разного Рода Вредные Духи Для этого Устраивали сквозняки Сегодня Они зажигали Спички Брали Лучину И опускали Ее В кружку С водой Затем Шли туда Где Произошел Испух И произносили Заговоры Дали Эту воду Давали Выпить Больному Человеку Либо 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 Отводили Больного К реке Читали Над ним Заговор А потом Умывали Его Проточной Водой День Федула Всегда Связывали С приходом Устойчивых Теплых Дней Зима Окончательно Уступала Свою место Весне На этот счет Существовала Поговорка Пришел Федул Теплый Ветер Подул Окна Отворил Избу Без дров Натопил Приметы Федул Теплый Указывает Бабам Какая погода На Марка То есть 8 мая Будет А мужики Глядят Что будет На Николу 22 мая Если на улице Все отчетливо Слышится Ожидай Ненасти И ветреной Погоды День сегодня Теплый И безветренный А ночью Становится Прохладно К устойчивой Хорошей Погоде Снега Во враге Еще много Пора Пахать 19 апреля День Евтихия Назван Честь Святого Отца Евтихия Архиепископа Константинопольского Мать Евтихия Когда носила Его В очреве Почивая На постели Увидела себя Окруженная Светом Она Ужаснулась И размышляла Что бы это значило Видение Это Предуказывало Наимевший Родиться От нее Духовный Свет Просветителя Многих Оставшихся В отме Заблуждения Сам Обладал Даром Чудотворения И многих Исцелил От различных Немощей Для этого Мазал Святым Елеем И молился По погоде В этот день Судили Каким Будет Урожай Яровых Овощей Клевера И хлеба Говорили Если Наевтихия Безветренно То Ранние хлеба Обильно Родятся К этому Времени В садах Начинали Повсеместно Зацветать Яблони Святому Евтихию В этот день Часто Молились И спрашивая Здоровье Для родных И близких И все Потому Что он Прославился Как великий Целебник Самых Различных Заболеваний Например Он помог Женщине У которой Постоянно Рождались Мертвые Дети Родить Двух Здоровых Сыновей И исцелил Двух Глухонемых Юноши По силам Ему была Борьба И с душевными Болезнями Приводили Сумасшедших Людей И он Изгонял Из них Бесов Помогал Пьяницам И бездомным Очищал От проказы Избавлял От алкоголизма И других Пороков Обычно К этому Времени В садах Начинали Повсеместно Зацветать Яблони А их Обычно Соотносились Девичьей Красотой Невинностью Часто Свадебная Песня В которой Присутствовал Символ Яблони Ассоциировался С невестой Девушки Иногда Гадали На суженого Следили За приметами Многие Из них Занимались Подготовкой Приданого Готовились К свадьбе Приметы Если Наевтихия Безветренно То ранние Хлеба Обильно Родятся А Ерема Ветреный Колосья Хлебное Собьет Если Полетевшие Утки Гнездятся В местах С большим Количеством Воды Будет Засухолетом Утренний Туман Предвещал Сухую Погоду Аж до Конца Месяц А вот Ветреная Погода Сегодня Может Сбить Колосья И Урожая Богатого Не Будет Если Ветра Сегодня Нет Можно Ожидать Хорошего Урожая Зерновых Культур 20 апреля День Акулины Посвящен Святой Мученице Акелине В 12-летнем возрасте Она Начала Проповедовать Среди Сверстников О христианской Вере И Недопущение Поклонения Идолам И Языческим Божествам За это Она Была Подвергнута Нечеловеческой Пытке Раскаленным Железом Ей Просверлили Голову Сквозь Уши Она Не Умерла Ангел Ее Воскресил И Она Пошла Обличать Мучителей Двери Сами Открывались Пропуская Ее И Испуганные Палачи Отсекли Ее Голову Вместо Крови Полилось Молоко Сегодня Пробуждались Русалки От зимней Спячки Так считали Наши Предки Чтобы Ублажить Русалок И защитить Мужиков И детей От них Женщины Вносили На Акулинный День Платье Или Ткань Клали Их На берег А когда Шли К реке По воду То брали Полынь Или чеснок Для Отпугивания Иначе Русалка Могла Защекотать До смерти О происхождении Самих Русалок Говорили Мол Ими Становятся Девушки Умершие Перед Замужеством Покончившие С собой От несчастной Любви А также Задушенные Во сне Матерями Существовали Русалки Поконницы Они Походили На Людей Но Отличались Очень Бледной Кожей И Распущенными Волосами Предпочитали Ходить Просторных И прозрачных Белых Рубахах Или Даже Голыми Их Необыкновенную Красоту Объясняли Тем Что Дьявол Забирал В свою Власть Души Русалки А взамен Давал ей Чарующую Внешность За Неделю До Этого Дня Акулина Гречишница Сегодня Варили Гречневую Кашу Которую Ели Сами А Также Угощали Нищих И Немощных За Такое Угощение Благодарили И Желали Хозяевам Богатого Урожая Гречихи В Это же Время Пробуждались Насекомые Оводы Мухи И Комары Они Доставляли Своими Укусами Боль Домашним Животным Отсюда Пошло Другое Название Этого Дня Акулина Комарница Приметы Ливень Сегодня Означал Плохой Урожай Яровых Культур И Малины Мороз Поутру Хорошему Урожаю Хлеба И Гречихи Звездное Небо Говорило Об Обильном Урожае Лесных Ягод И Орехов Дождь Пошел К Богатому Урожаю Малины Телец 21 апреля Терет 21 мая В этот период Проявите заботу О шее И горле 21 апреля День Агавы Руфа Назван Честь Святых Апостолов Иродиана Агава Руфа Асинкрита Флегонта И Ермия Святой Апостол Агав Был исполнен Дара пророческого О нем Упоминается В книге Деяний Апостольских Когда собрались Из Иерусалима Пророки В Антиохию Один из них По имени Агав Встал Предвозвестил Духом Что во всей Вселенной Будет Великий Голод Который И был При Кесаре Клавдии Апостола Руфа Приветствует Апостол Павел В послании К римлянам В этот день Наши предки Почитали воду И ее источники Забросив все дела Народ отправлялся К рекам и озерам Для того Чтобы почистить водоемы Это называлось Отомкнуть весенние пути Считалось Что без этого Весны не будет Поэтому Этот день Имел название Вадим Ключник Умывались Ключевой водой И пили ее Поскольку Считали Что сегодня Вода обладает Целебными свойствами И лечила болезни Наши предки Верили Что в этот день Месяц Солнце Встречается И встречи Могли нести Как плохое Так и хорошее Для людей Добрая встреча Приводила К ясной Теплой погоде Если встреча Была плохая День был дождливым При встрече Они делятся Новостями И могут Поссориться Считалось Что при этом Виноват Месяц Который Обладал Отрицательной Силой Приметы Ранние И короткие Сумерки С красноватой Луной Предвещают Тепло Солнечный День К скорому Лету И наоборот Облачность И туман Год будет Неурожайным Если ком Земли При падении Рассыпается Пришла пора Приступать К земляным Работам Зацвели Яблони И груши Пора Сеять Овес Земля Мхом Обросла Во время Запашки Лен Будут Волокнистым Слышно Кваканье Лягушек Пора Сеять Овес Если Сегодня Теплый Вечер И спокойная Ночь Будет Жаркое И сухое Лето Туманное Утро Ненастное 22 Апреля День Вадима Назван Честь Святого Преподобного Мученика Вадима Архимандрита Он был чист От всякой Скверны И никакому Злобному Делу Не было В нем Место Коростолюбие Далеко Было От него Вожделения Угасли И не могли Вредить Ему Он был Чужд Всякой Страсти К приобретению И не способен Соблазниться С золотом Гордость Перед ним Смирилась Высокомерие Было Попрано Им Как прах Нищета Даже и кротость Возлюбили Его Согласие И единомыслие Обитало В сердце Его Этот день У наших Предков Имел название Красная Горка Лельник Оказывается В старину Красной Горкой Славяне Называли Возвышенность Или Холм На краю Села Там Ставили Специальную Скамью На которую Посредине Сажали Самую Красивую Девушку И Назвали Ее Ляли По Обе Стороны Лавки Укладывали Разнообразные Дары Окружали С камни Венками Из цветов И водили Хороводы Пели Обрядовые Песни Так же Как и 21 апреля Набирали Ключевую Воду В источниках И говорили Царь Водяной Царь Земной Царица Водяная Царица Земная Дай мне Водице На Доброе Здоровице Продолжали Чистить Родники И гадали На них О смерти И болезни Близких Людей Шли К воде Молча Ни с кем Не разговаривали По приходу К источнику Начинали Молиться Оборачивались На Четыре Стороны Загадывали На живое И на мертвое И если В ключе Вода Была Светлой Как стекло Значит Человек О котором Думаешь Проживет Долго И болеть Не будет Если Вода Начинала Бурлить Это предвещала Смерть После Этого Шли И вновь Ни с кем Не разговаривали Будь Это знакомый Или незнакомый Человек Приметы А дубанчик Сегодня Зацвел Пришла Весна Если К этому Дню Погода Плохая То Лето Будет Сухим Если В гнездах У птиц Яиц Меньше Чем Обычно Лето Будет Неурожайным Если Восход Солнца Был с белесыми Бликами Следующий День Будет Ясным Ветер Дует И в воздухе Висит Туман Год Будет Урожайным Пошел Дождь Хорошему Урожаю Кулик Прилетел Началась Весна 23 апреля День Терентия Назван Честь Святого Мученика Терентия Римский Царь Декий Желаю Всех Обратить В Идолопоклонническую Веру Послал Во все области Своего Царства Указ Всех Христиан Принуждать К Идолослужению А Непослушных Подвергать Суду И казни Терентий И другие С ним Христиане Отказались Раскаленными Железными Прутями Жили Плечи Их А раны Поливали Уксусом Смешанным С солью И растирали Суконными Тряпками В дальнейшем Они были Усечены Мечом Этот день Старину Называли Днем Солнце Захода Или Терентия Марьевного Оказывается Наши Древние Предки Выходили На двор И внимательно Смотрели На восток Если Солнце Окружено Марьевом То год Будет Урожайным И наоборот Понятие Восточной И западной Стороны Света Было Очень важным Для Дохристианских Славян Они полагали Что восток Это место Где рождается Солнце Могучее Светило Дарующее Жизнь Всему Живому Когда было Введено Христианство То восток Стал восприниматься Как место Где живет Бог А запад Называли Владениями Сатаны Приметы Если солнце В этот день От восхода До заката Окружено Марьевом То есть Туманностью Лето Будет Хлеборобное Если Дымки Нет То скорее всего Придется Засевать Поле Заново Молодые Паучки Появились Знать Теплые Деньки Близко Если Старые Пауки Сегодня Сидят На паутине Высоко К заморозкам Если Сегодня Ясный День Пора Перепахивать Озимное Поле И засевать Его Яровыми Этого Знака Ожидали Крестьяне Чтобы отправиться На работу В поле Если Лещина Сегодня Украшена Пушистыми Сережками Земля Больше Промерзать Не будет Если Сегодня Утром Стоит Туман Напротив Солнца То Днем Возможен Дождь 24 апреля День Антипа Назван Честь Святого Священномученика Антипы Епископа Пергамского Во время Великого Гонения На христиан Были Рассосланы Указы Чтобы Христиане Беспрекословно Повиновались Царским Велением Приняли Языческую Веру И Поклонились Идолам Антипа Отказался Урожайного И благоприятного Лета Православной Церкви Почитали Память Святого Антипа Считали Его Целителем Который Лечил От зубной Боли И некоторых Других Недугов В этот День Советовали Лечить Зубы Был Такой Обряд Обряд Болел Зуб То Сегодня Надо Было Приложить К нему Сребряную Монетку А потом Вынуть И Проделав Отверстие Подвесить К иконе Святого Антипия После Проведения Такого Обряда Зубы Перестало Беспокоить Человека Поэтому Антипа Нужно Лечить Зубы Народными Методами Приметы Если Утром Небо Красное Вся весна Будет Дождливой И Ветреной Если Лед На реках Еще не Растаял Лето Будет Холодным Дождь Антипа Грибному Лету Морозное Утро С ясным Солнечным Днем Обещает Быстрый Рост Яровых Снег Выпал После Половодия Будет Не урожай А зимых Зацвела Верба К потеплению Морозное Утро И солнечный День К быстрому Росту Яровых Вода Разливается Во второй Раз Больше Чем Прежде Поздний Посел Принесет Урожай Ударились Заморозки Будет Хороший Урожай Круздень 25 апреля День Василия Назван Честь Преподобного Отца Василия Исповедника Епископа Парийского Парий Это был Город Малой Азии Василий В нем Был Епископом При возникновении Иконоборческой Ереси Преподобный Василий Продолжал Придерживаться Правильной веры Избегая Всякого Общения С ретиками И не Назволял Им Действовать Своей Епархии Так же Он Не Согласился Несмотря на Все Принуждения Подписать Письменное Постановление Об Уничтожении Икон В народе Этот день Прозвали Парильщиком Из-за погоды Как говорили В народе Солнце Парит В этот день И земля Сегодня Запаривается Словно Человек В бане Святому Василию Молились Для избавления От болезней И для Придания Сил И мужества О сложных Делах Считало Что сегодня Нужно Обязательно Заговорить Воду На здравии Чтобы потом Пить Этой же Водой Нужно было Умываться Посредом Приметы На Василия Парийского Земля Выпаривалась И снега Практически Не было Если шел дождь То в первые дни Мая Будет дождливо Если день Теплый То год Будет урожайным Снега сегодня Нет Заморозков Больше не будут Холодное Утро И солнечный День Лето Будет засушливым И неурожайным 26 апреля День Артемона Назван Честь Святого Священномученика Артемона В царствовании Диоколектиана Возникло великое гонение На христиан От них требовали Поклонения Идолам Святой Артемон Ловил Диких зверей Словом Христовым И за ним Следовало Два оленя И шесть Диких ослов В это время Его поймали И связали Он же Послал зверей К епископу Звери пришли К нему И оленя Сказал человеческим Языком Что Артемона Поймали И ведут На мучение За Христа Одно из чудес Которое сотворил Святой Артемон Было уничтожение Змей В храме Бога Асклепия В этом храме Жили змеи Которым развод Приносили жрецы Сладкую пищу Святой Артемон Смело Пошел К этому храму Змеи Точнее Заключенные В них Злые духи Не унося Приближения Одаренного Силою Христову Артемона Подняли Страшный Свист И смятение В храме Так что Он колебался Точно Дерево От ветра Видя это Народ Бежал от страха Святой Артемон Приблизился К дверям И сотворив Крестное знамение Безбойзно Вошел внутрь Змеи Сделались Неподвижны Святой Обратился К истинному Богу С такой Молитвой Господи Боже мой Через раба Своего Даниила Сокрушивший Вавилонского Вилла И змея Убивший Ты и теперь Силою Твоею Через меня Грешного Сокруши Главы Змей Сих Чтобы Прославилось Твое Святое имя Артемон Приказал Змеям Следовать За ним Вышел Вместе С ними Вон Увидев Вышедших Из храма Змей Народ Пришел В ужас И бросился Бежать Святой Артемон Дунул На змей И они Точа Стали Мертвы Простершись Пред ногами Его Как Пораженные Молнией Один Из них Был Так велик Что Имел Пять локтей В ширину И двадцать Пять В длину Народе считалось Что сегодня Трава медуница Обладает Целебными Свойствами Поэтому Отправлялись В лес На ее Заготовку Расцветала Медуница Одновременно С подснежниками Медуницу Также Использовали В приготовлении Еды Добавляли В салаты Сегодня Также Молились Святой Фомаиде Народе Считали Что она Помогает Избавиться От блудных Страстей Фомаида Жила Честно В большом Доме С мужем И стариками Родителями Свекр Положил На нее Глаз И хотел Склонить К греху Урожая Расправы Она Смело Ему Ответила Что если Даже Рассечет Ее На части То она Никогда Не согласится На такое Беззаконное Дело Свекр Мечом Разрубил Ее На две Части 27 апреля День Мартина Назван Честь Святого Отца Мартина Исповедника Папы Римского В те Далекие Времена Возникла Ересь Что в Иисусе Христе Лишь Одна Воля А не Две Святой Мартин Всеми Силами Боролся С этим За что Был Подвергнут Различным Гонениям И Истязаниям В конце Концов Был Отправлен Морем В город Херсон Где И Умер Честное Тело Его Было Погребено В храме Пресвятой Богородицы Именуемой Влахерской От Его Гробницы Даются Многочисленные Исцеления Сегодня Были Распространены Сматрины И Сватовство Родители Отпускали Детей Из семьи Для того Чтобы Они Создали Свою Семью В народе Сегодняшний День Имел Самые Разные Названия Мартин Лисагон Тичи Обереги Вороний Праздник Евстафий Мартын Согласно Наблюдению Охотников Сегодня Начиналось Новоселье У лисиц Они Оставляли Старые Норы И Перебрались В новые Процесс Переселения Занимает Около Трех Дней О воронах Древние Словени Говорили Что Они Символ Зла И Каркают Эти птицы Неспроста Если Ворона Сидела На здании И Каркала То в деревне Появлялся Покойник Если Ворон Пролетел Через двор С шумным Карканем То в этом Месте Кто-то Умирал Приметы Если На Марте На Лисагоне Среди Черных Туч Имеются Светлые И легкие Облака Это Обещает Дождь С ветром Сырость И грязь В этот День Указывают На Хорошую Пашню 28 апреля День Пуда Назван Честь Святых Апостолов Аристарха Пуда И Трофима Святой Пуд Был Членом Римского Сената Будучи Благочестивым И Добродетельным Человеком Он Примивал В доме Своем Святых Апостолов Петра И Павла У него Собирались И другие Христиане Для Молитвы Его дом Впоследствии Обратился В церковь Получившую Номинование Пастерская Все упомянутые Три апостола Скончались В Риме Вместе С апостолом Павлом Будучи Усечены Мечом Существовало Поверие Что в этот День Можно Изгонять Смерть При помощи Определенного Обряда Сегодня Заготавливают Почки Рябины И калины Их Считали Целебными И знахари Готовили Различные Настой Для лечения Сегодня Готовили Настой Для облегчения Зубной Боли Существовал Такой Обряд Сегодня Нужно Было Подойти К Рябине Погрыз Любую Веточку Дерево И сказать Рябина Рябина Полечи Мои Зубы А не Вылечишь Изгрызу Тебя Всю Одновременно Молились И святому Пантелеймону Целителю После Этого В течении Всей жизни Этот Человек Не должен Был Есть Пчелами Приметы Если Пчелы Сегодня Рано Возвращались В улей В ближайшее Время Наступит Сильное Потепление В этот День Не работали Допоздна Большое Несчастье Накличишь Заря Утром Красного Цвета Погода Будет Ветренная И Дождливая Если Ночью Сегодня Холодно А днем Очень Жарко Установится Хорошая Погода По Оврагам Земля Замерзла Урожай Будет Малым Ясный День А вечером На небе Облака Звущаются Вскоре Пойдет Дождь Луна Или солнце При восходе И заходе Как бы Искажаются Дело Идет К теплу Кулики Прилетели Весна Уже К середине Подходит 29 апреля День Ирины В далекие Дни Когда на Христиан Были Гонения Жили Три сестры Красавицы Ирина Из них Была Младше Они Были Христианками И за Это Были Схвачены И Пытаемы Старших Сожли На костре Хотя Тела Их Не Были Тронуты Огнем Ирина Ж Было Решено Привезти В блудилище На Поругание Чтобы Она Была Там До тех Пор Пока Не Умрет Однако Ангелы Ее Освободили И Отвели На Гору Судья Узнав Об этом Послал Солдат Которые Стали Стрелять Из Луков И При Этом Смертельно Ранили Святую Наши Предки Этоди Называли Днем Арины Рассадницы Потому Что Начинают Сеять Капусту В Рассадниках И Вообще Работали В Огороде Считалось Что Если Капусту Посадить На Алину То Она Вырастет Крупной И Вкусной Тем Более Что В Старину Капуста Была Одним Из Славных Овощей Ее Использовали Для Приготовления Основного Блюда Кормившего Всю Семью Щей При Посадке Капусты Существовали Приметы Например Никогда Не Сажать Капусту В Сухие Дни Если Это Сделать То Сила Растения Уйдет В Кочерыжку А Сами Капустные Листья Будут Невкусными Не Сажали Капусту В Четверг Согласно Приметы Ее Могут Съесть Вредители Для Того Чтобы Капустные Кочаны Уродились Крепкими Первый Посаженный Сегодня Росток Накрывали Чугунком А Сверху Большим Горшком На Который Покрывали Белую Скатерть И Придавливали Камни Для Того Чтобы Защитить Капусту От Вредителей Втыкали В Грядки Ростки Крапивы К этому Времени Заканчивался Разлив Рек Они Входили В свои Берега Оставляя За собой Размытые Берега В народе Этот День Называли Еще Ирина Ольве Берега Приметы Засвела Ольха Значит Можно Сеять Гречиху День Зосимы Назван Честь Преподобного Отца Зосимы Игумера Соловецкого Желая Сохранить Чистоту Душевную И телесную Зосима Еще Отвыком Решил Не вступать В брак Так Как Решил Избежать Его Как Препятствие К Богоугождению Согласно Словам Апостола Говорящего Не Женатый Заботится О Господником Как Угодить Господу А Женатый Заботится О мирском Как Угодить Жене Благодаря Его стараниям На Соловках Появился Монастырь И потянулись К нему Монахи Преподобный Отец Зосим Считался Покровителем Пчел Вместе Со Святым Саватием Поэтому Этот день Имеет И другое Название Зосима Пчельник Сегодня Крестиане Выносили На пасеку Улья Выпускали Пчел И присматривались К их поведению Они молились Зосиму И Саватию Обходили Пасеки С зажженной Свечой А после этого Окропляли Ульи Святой Водой Приметы Ранний Излет Пчел Указывал На наступление Устойчивой Теплой Погоды Если Пчелы Садятся На вишневый Цвет Значит Будет Хороший Урожай Вишни Если Нет Будет Слабым Цветки Каких растений И деревьев Пчелы Облюбуют Такой мед И соберете Если Сегодня Посеять Петрушку И морковь Будет Хороший Урожай На какой Хлеб Сегодня Сядет Пчела Такой И урожай Будет Если Пчелы Хорошо Пережили Зиму Это Хорошему Урожаю Гречихи Вы знаете Что я Автор Многочисленных Книг По Естественному Оздоровлению Организма Если Вас Какие-то Книги Заинтересуют И Вы Хотите Их Приобрести Пожалуйста Обращайтесь Ко мне На Мою Электронную Почту Цены Вас Приятно Удивят Плюс Моя Бесплатная Библиотека Всегда Открыта Для Вас